Всем доброго денька, с вами Рэй, и мы продолжаем играть в игру Зло Внутри 2. Ну что же, у Сайкса мы, по-моему, сделали все, что он нас просил. Так оно и есть, и давайте-ка мы приступим к своему заданию, которое называется у нас Жажда Искусства. Где мы будем с вами искать, как его там звать-то? А, Стефана. Ну что же, все цель назначена, только лишь остается ее достичь. Ну и показать этому Стефану, из чего мы сделаны. Ну, вроде бы здесь зачистку мы сделали полную с вами, так что можно идти смело. Хотя нет, нет, у нас эта Кикимора здесь должна бегать. Главное, чтобы она нам на глаза не попалась. Хотя можно было бы, наверное, в принципе, с ней разобраться уже раз и навсегда. Так, подождите, здесь у нас цветочек, надо их забрать. Черт, черт подери, я ее... Вот она! Смотрите-ка, она пробежала мимо. Не хочу я с ней сейчас в баталию переходить, потому что очень много тратится патронов, а их здесь и так очень мало. Так что я думаю, мы как-нибудь сможем обойти аккуратненько, тихонько, без приключений. Куда это она там прыгнула? Ага, на автобусе. Дурью, короче, маяться. Давайте мы, наверное, вот здесь вот... Оу, ящики, можно посмотреть, что в них лежит. Детали. Ну, а здесь, наверное, будет пусто. А нет, смотрите-ка. Еще детали. Черт подери, она меня тут не услышит, пока я ящики бомблю. Не, вроде бы тихо все. Ну, давай, Себас. Разбивай все. Слушайте, а там-то кто у нас стоит? А-а-а, старая корга. Я ее вижу и слышу. Блин, я вот не знаю, стоит ее мочить, а? Ладно, давайте, я думаю, хуже от этого не будет. Так, забираемся. И давайте прицельным, как обычно, в башню. Опа! Что такое, а? Красотка! Вроде бы все. Тишина. И здесь полицейский у нас лежит. Сколько геля дает? 1200, да? Так и осталось 1200 геля. И подсумок мы какой-то, ребята, с вами нашли. Для чего, интересно? Для дробовика. Вот оно что. Это меня порадовало, так как дробовиком я очень часто пользуюсь. Это самое мощное оружие сейчас у меня. Ну, походу, здесь-то нам делать нечего, так? Ну да. Хотя, где-то вот здесь вот недалеко мы уже. 43 метра до цели. Опять эта там дура бегает. Ё-моё, неужели придется с ней сталкиваться, а? Так, бочка здесь у нас. Давайте ее, наверное, перевернем. Ну, что бензин-то не вытекает, а? Во-во-во, все нормально. Блин, стоит, а? Идет, идет, идет ко мне. Слушайте, а может ее поджарить хорошенько, а? Чумошница. Довалила бы ты отсюда по-хорошему, а? Прибежит, нет? Давай, иди сюда, я тебя жду. А? Что, не понравилось? Черт подери. Ну, давай, иди сюда. На-ка, выкуси. Еще разок. Это все фигня, ребята. Осталось, по-моему, одна физи... Нет, две. Три. Три харища, ё-моё, блин. Одна. Две. Все? Ну, извини. Тварина, блин. Так, сколько от нее геля, интересно? Три пятьсот. Ну, неплохо. Только ради геля, в принципе, и стоило ее грохнуть. А почему-то в первый раз у меня так хорошо не получилось. Ну, по крайней мере, здесь мы можем уже ходить себе спокойненько, и никто нас не будет отвлекать. И причем мы уже дошли, ребята, дошли до этого здания, по ходу дела, получается. А ну-ка, давай-ка доставай. Творение Стефана. Так, получается, что в этом доме. Пойдемте проверим. Пусто. Да, как всегда. Оу, два автомата. Запал. Давай, еще что-нибудь хорошенькое. Что там? Хе-хе-хе. Кисть. И все? Ну, ладно, хорошо. Давайте во втором попытаем счастье. Так. Три стагеля. Все. Скудненько, что скажешь. Что у них тут на столе? Патроны, шприцы. И, по ходу дела, нам нужно подниматься. Ага, тут еще для дробовика. Отлично. Да куда ты залазишь, а? Севас, успокойся. Все, ребят, стартуем наверх и смотрим, что здесь у нас. Ммм, знакомая картина там висит. Это и есть его шедевр. Это только фото. Я из тебя всю дурь вырежу. Ярмуль. Так. Хе-хе. Черт, заперто. Нужен ключ или еще что. Понятно, началось. Опа-на. Там-то кто у нас? Обскура опять, что ли, ползает? Или какой-нибудь очередной глюк? Значит, нам нужно где-то здесь найти ключ. Опа! Точно, ребята. Опять это обскура сраная. Ванна полной крови. Так, это что у нас здесь такое? Маленькие музыкальные шкатулки. Что-то мне подсказывает, что ключ у этой обскуры. А нет. Я ошибался. Вот он. Отлично. Теперь смогу подобраться к его инсталляции. Но... Не тут-то было, да? Может, удастся проскочить? Хрен там нам что удастся. Теперь она нас будет преследовать. Иди, давайте. Идна-ка! Черт, подери. Да сдохнешь ты уже. Ну что ж, давайте тогда ее грохнем. У нас другого выбора нету. Ну, иди сюда. Я готов. Что там с тобой делают-то, а? Черт, подери. Она уже сверху. Хрен. Мимо. Так, она уже и прыгает здесь. Попрыгунешь, трекоза. Жалко, здесь мало места, где можно побегать. Все, что ли? Слишком быстро. Семь тысяч геля. Вот это хорошо. Ну что, теперь, наверное, можно идти и открывать ворота. Сейчас еще разочек глянем. Не упустили ли мы тут чего-нибудь? Да вроде бы как и нет. Все отлично. Все подобрано. Открываем ворота. Ага. Не успел, ребята, не успел. Вторая попытка. Есть. Надеюсь, меня хоть на время оставят в покое. А вот тут-то что надо сделать? Ну, вот и он. Что это такое? Ой-ой-ой. Колючая проволока под напряжением. Мария Гран. Черт, как тут пройти-то? Я так понимаю, нужно присесть. И потихоньку это дело обходить. Только вот с какой стороны, непонятно. Здесь явно не пройдем. Нет, не прокатит. Ах, черт подери, блин. Это была, ребят, проверка. Точнее, убедился, что был я прав или нет. Хрен. Ничего не происходит. Значит, нужно нам как-то к ней подползти. Ладно, давайте поехали. Потихонечку, не спеша. Черт, подери, что тут трещит. Причем отнимает оно довольно неплохо, ребят. Если нас бьет током. ХПшка тратится ощутимо. Ага, вот, смотрите. Ладно, Хоффман. Надеюсь, ты права насчет уничтожения этих штук. И? Приступим. Вау. Уничтожить этот шедевр было даже приятно. Но это еще не все. Остался еще один. Так, остался еще один. Значит, нам нужно опять выходить отсюда. С помощью коммуникатора найти его. Прийти и уничтожить. Ну-ка, достань-ка свой этот... Как его? Коммуникатор, блин. Давай посмотрим. Ага, по карте у нас ничего не обозначено. Значит, у нас какой вариант? Идти, бежать наугад. И если мы поймаем волну, уже будем отслеживать. Только так. Непонятный резерв... О! Вот оно. Творение Стефана. И теперь посмотрим по карте. Вот сюда нужно нам идти. В принципе, недалеко. Погнали. Так, подожди-ка. Здесь, по-моему, растение. Так, а тут тоже что-то запал. Металлическая трубка и запал. Туда нам не пройти дальше. И еще растение подберем. Так, а вот это что? Что такое? Какой-то зомбарь ломится в машину. А вот зачем это, непонятно. Так, как нам сюда зайти-то? Хм, непонятно. Личный бар дьявола. Ага, вот и вход. Музыку можно поставить? Нельзя. Так, трупешник. Бармен, короче, мертв. Бутылки нам не нужны. Журнал. Дневник бармена. Последняя запись в потрепанном дневнике. В баре кипит жизнь. Дела идут хорошо. В юнионе в последнее время много новых лиц. Составы приходят битком набитые. И все прибывшие хотят пить. Если так и пойдет дальше, я, наконец, могу продавать пиво на разлив. Пит жалуется на слишком большой наплыв посетителей. А я считаю, чем больше, тем лучше. Он всегда был брюзгой. А в последнее время стал совсем уж странным. Сидит на своем обычном месте, бросает на ноги посетителей убийственные взгляды. И что-то бормочет под нос. Я бы его поставил на... Я так понимаю, на место? Почему не перелистывается у меня опять страничка, а? Не прокручивается. Ну-ка, давайте вот так вот. Нет, не выходит. О! Я бы его поставил на место, но он мой главный завсегдатый. Ладно, это уже, как говорится, нам неинтересно. Давайте заберем, что у нас тут лежит. Вот шприц полно, бутылка не нужна. А вот порох нам сгодится. А этот цветочек, наверное, мы с вами оставим на потом. Будем возвращаться отсюда, подберем. Ну что же, давайте берем запал. Проверяем эту тумбочку. Пусто. И я вижу уже картину очередную. Вот она висит. Покончим с этим. Опять тут все у нас закрыто. И опять нужно найти ключ. Испытывают меня гады. Ладно, давайте посмотрим, кто здесь на этот раз будет бегать. Не кричи. Я делаю из тебя шедевр. Ты станешь частью моей обскоры. Из балерин, да? Лепит себе. Вот, не такая податливая, как глина. И не такая твердая, как мрамор. Золотая середина. Я не могу сосредоточиться. В скульптуре язык не нужен. Жесть какая-то. Ну, взял. Взял бедной девушке, отрезал язык. Так, и что здесь? Ага, дымовой болт у меня есть. Не могу понять, что там я вижу. Ага, зомбари. Но сюда не могут пробиться. А почему? Что тут вообще происходит? Какой-то склад образовался. Ни с того, ни с сего. Оу, красотка. Привет. Ты меня не видишь. Минус один. Ну, там еще, по-моему, должно быть. Ага, жирный стоит. Или нет? Тут либо... Ох ты, еще и там. Иди сюда, патруль. Черт подери, что-то я так не посмотрел. Вот, другой разговор. Ядрить у вас на... Тихо, тихо, тихо. Видать, они меня не видят в темноте. Это только на руку мне сыграет. Так, забираем порох. Так, ну что, начнем с этой, наверное. Да, высматривалась. Так, сейчас подбегут остальные. Ну, где вы там? Так, по-моему... Да, еще минус. И вот он. Заключительный. Хотя нет, ребят, смотрите-ка. Он там еще вдалеке стоит. Ну, мы до него доберемся. Сейчас мы заберем гель. Пятьсот. Так, это уже восемьсот. Здесь у нас никого нету. И... Последняя бутылочка. Триста. Ну что же. Так, кто это стучит? Так, эти ворота придется нам припалять. Опа. А, нет, ребят, это... Это не зомби у нас стоит. Это как раз скульптура, которую нужно уничтожить. Так, и что? Опять? Да, ребята, опять... Колючая проволока под напряжением. Так, а здесь нам не пройти. Слишком низко натянуто. Вот, незадача. Ладно, давайте-ка в другую сторону пойдем. О, ё-моё, блин, а. Как я так не заметил-то? О, чёрт. Себас, ты присядь. Офигеть, как поджарило. Сейчас можно было бы и отдуплиться. Как я не могу понять, как так получилось, что он встал? Хм. Так, 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 подожди, давай вот здесь аккуратненько. Чёрт подери. И вставать-то как-то боязно. Проволока прям моей головой. Вот здесь как-то тухо, если. Вот так. Ну что же, вот мы уничтожили второе творение. О, теперь мы можем войти в театр. Мы сожгли эти две картины. И путь. Да, и путь нам открыт. С обоими шедеврами покончено. Должно сработать. Вернусь к театру и попробую попасть внутрь. Себастьян, театр нас уже ждёт. Там двери уже открыты. Всё. Теперь главное аккуратненько добежать. А цветочки этот заберу, как и обещал, на обратном пути. Выходим отсюда к ядре нефени. Так, а театр-то у нас где, я забыл. Ага, вот сюда. Дай-ка отметим. Всё. Отлично. 170 метров до него. Дайте-ка я эти коробочки разобью. Посмотрю, что у них. Так, порох один. И детали. Чувачок висит. Так, ещё коробочки. Погоди-ка. Ты же любишь лазить по помойкам, Себас. Порох нашёл, да? Молодец. Ну что же, а вот, ребята, и вход. Вход в театр. Можно и с этой стороны. Ага, с этой стороны, наверное, у нас не получится. Смотрите. Раскол в земле. Так что надо идти туда. Ух, ну что, Стефана. Держись, мы идём по твою душу. Себас, завязывай дурковать. Давай, соберись, иди нормально. Заходим. Так, и что у нас здесь? Он должен быть где-то здесь. Ну, раз он здесь, значит, мы его найдём и уничтожим. И мы плавно перешли с вами к главе восьмой, которая называется «Премьера». Ты посмел уничтожить творения моих рук? Думаешь, я тебе подчинюсь? Ты такой же, как они. Думаешь, что сможешь вылепить из меня что-то другое? То, что они здесь создали, просто великолепно. Но всё впустую. Потому что у них нет воображения. Потому что они не художники. Они хотят меня контролировать, манипулировать мной. Ты хочешь меня остановить. Но ты проиграл. Потому что силой ядра я смогу творить вечно. Ну, это мы ещё посмотрим. Это вопрос спорный. Как долго ты можешь там творить? Что тут у нас лежит? Ага, шприц. Замечательно. Мы сюда можем зайти? Можем. Так, это кто у нас тут сидит? С мешками на голове. Люди или зомбари? Что он творит с этими людьми? Ну ты скинь мешок-то, глянь хоть. Ё-моё, Сивас. Хорошая была погоня. Но, увы, всему хорошему однажды приходит конец. Девочка, где она? Ты молодец, далеко зашёл. Если бы упорство было видом искусства, ты был бы маэстро. Может, и не Микеланджело, но... По меньшей мере, вангол. Хватит этой болтовни! Где она? Ядро в безопасности со мной. Я забрал её по его приказу. Но, когда осознал, насколько она сильна, как же я мог с ней расстаться? То, что я делаю, выходит далеко за рамки простой личной выгоды. Он не смог бы этого понять. Он? Кто это он? Это не важно. Его уже скоро не станет. Моя же работа продолжится. У Пикассо был голубой период. А у меня сейчас начинается багровый. Чёрт! Нет! Хватит! Узри, моё новейшее творение. Нет! Неплохо, да? Ха! Чего он тут сделал? А-а-а-а! Да, ещё тот извращенец, а! Как красиво! Как красиво! Букет! Из плоти и крови! Чёрт, ну ты ублюдок! Возможно ли создать что-то прекрасное? Но я постараюсь. Её страх всегда меня вдохновляет. Ничто так не возбуждает фантазию, как надругательство над невинностью. Ты её не получишь! Тебе её сила ни к чему! Ты неразумный неандерталец. В твоих руках она бесполезна. Ну, это мы ещё посмотрим. Так, что такое? Опять что-то крушится. Ого! Нормули как? Ха-ха! Точно, сволочь, чё-то. Так, значит, мы должны здесь прыгать. Ладно, давай, Себас. Как-то тут всё немножко по-другому сделано. Это что такое? Ё-моё! Твою же мать! Так, я так понимаю, что нам нельзя попадаться под эти лучи. Иначе нам будет очень больно. Так, давай, сбирай патроны. Воу-воу-воу-воу! Быстрее, 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 быстрее. Отлично. Вроде пронесло. Так, дальше бежим прямо, видимо. Так, погоди, куда идти-то? Ё-моё! Не понял. Так, что там? Ага! Нифига тут они придумали! Ха! Чёрт! Дальше вниз. Что-то не прокатывает. Так, сейчас, наверное. Нет, не спрыгивает почему-то. Тут можно было спуститься просто-напросто. Так, ладно. Теперь нам нужно это дело обижать всё. И подняться наверх. Вон туда, я так понимаю. Да присядь ты, ёлки-палки! О-о-о-о! Было глупо с моей стороны. Но вроде обошлось. Так, куда дальше-то? О-о-о! Черт! Так, бежим нафиг отсюда! Ну что, вроде бы всё. Так, ладно. Куда же ты делся? И я так понимаю, что сейчас у нас будет схватка со Стефана. Ну, хотелось бы в это верить. Так, зеркало у нас тут появилось. В банка красный гель. Это для открытия новых способностей. Так, шприц. Это что, порох? Тоже порох. Ну что ж, давайте, ребята, наверное, прыгнем в зеркало. Немножко с вами изучим навыки. А что это у нас тут за дверь такая, а? Я что-то не помню её. Ну-ка, давайте-ка глянем. Это что такое? Что за чертовщина? Здесь вы можете проверить свои умения. Войдите и испытайте свою удачу, детектив. Да что за бред. Бредом было бы не попытаться. Держите руку неподвижно и стреляйте, как умеете. Тут можно не беспокоиться о боеприпасах. Ну-ка. Начали. Ага. Типа тира у нас здесь. Крыса. Так, вот эту, наверное, нельзя трогать. Да ё-моё. Знаете, кого напоминает мне? Пахома. Так, закончили. Превосходно. Пожалуй, вы можете быть самым лучшим, детектив. Так, легко. Получена наград. Деталей. 50. И зелёный гель. Полторы тысячи. Ага. Выбрать режим тренировки. Режим тира. Режим цепной атаки. Начните. Так, я даже не знаю, что взять. Давайте, наверное, режим тира. Отстреливайте мишени. Так, уровень сложности. Лёгкий, обычный, тяжёлый и очень тяжёлый. Так, лёгкий. Обычный. Давайте обычный попробуем. Начали. Здорово, Пахом. Так. Ага, тут уже двигающиеся цели. Крыса, крыса, крыса. Нормуль. Так. Как бы тут, ребят, вот так. Нет, хорошо, что здесь не надо перезаряжать оружие, ребята. Это большой плюс. Плюс. Так. 720. Закончили мы. И? Вы самый лучший детектив. И ничто меня больше не остановит. Да, да. Точно, Себас. Зелёный гель 1000. И детали. Оружие 100. Ну что, я думаю, наверное, на этом хватит. В принципе, я понял, для чего эта комнатка. Набивать себе очки. И гель, естественно. Так. Сколько у меня? 550. Это довольно хорошая сумма. Так. Огневая мощь. Улучшить пистолет. А вот дробовичок-то, наверное, нам больше нужен, ребята. Так. Огневая мощь. 115%. А здесь? Угу. 240. А там соточка. Ну, давайте тогда, наверное, вот это изучим. Критическое попадание. 300. А здесь 240. Огневая мощь. Ну, давайте. А, здесь уже 480. Обалдеть. Скорострельность. Опа. Давайте изучим. 160. Всё, не хватает. Сколько здесь нужно? А здесь хватит. Давайте тогда скорость перезарядки изучим. Всё. 30 деталей. Мы ничего не сможем взять с вами, ребят. Как бы нам этого не хотелось, у нас не хватает. Так. Да всё, всё. За 30 деталей мы ничего не сможем сделать. Абсолютно ничего. Так. А вот предметы создать можем. Давайте, наверное... Так. Ну, здесь у нас нету запчастей. Гарпунчик можем вполне сделать. Две штуки. Абтечку обязательно. Так. Взрывной болт. Сколько можем сделать? 4 штуки. Хорошо. Патрончики к дробовику тоже нужно сделать. Ну, и пистолетные патроны, естественно, за компашку. Шприц. Один. Всё. Полностью всё себе забили. Теперь пойдёмте, ребята, учить навыки. У нас гель там сколько? Где-то около 20 тысяч, по-моему, да? Ну, пора бы нам прекратить наши встречи, детектив. Блин, зачем я для дробовика патроны делал? Вон же лежат у нас. Взяли порох. 30 штук. Хорошо. Так, давайте смотреть, что у нас здесь. 23 650 у нас гелия. Так, это у нас... Сколько? 75 тысяч. Ух, как до китай-араком. Можем, в принципе, вот, наверное... Градпуль. Да, стоит дороговато. Но можно, в принципе, посмотреть, что ещё у нас тут есть. Так, давайте посмотрим. Атлетизм. Для улучшения установления здоровья. Ну, я думаю, мы как-нибудь без этого пока обойдёмся. Это нам не нужно. Ну, это, в принципе, тоже жалко мне тратить на это всё. Нашу драгоценную гельку. Так, чё у нас по бою? Ладно, ребят, давайте тогда мы, наверное, всё-таки с вами... Откроем... Градпуль. Отлично. И 20 тысяч вливаем. Градпуль. В течение определённого времени при стрельбе урон от каждого последующего попадания увеличивается. Эффект заканчивается, когда вы промахиваетесь или кончаются патроны. Ну, что же, я думаю, что тут довольно неплохо должно быть это всё. Здесь у нас сколько? Полторы. Полторы тысячи. Три. Максимальный показатель выносливости. Вот так вот. И всё, ребята. На этом, по-моему, Финита Ля Комедия. 650 геля. Абсолютно ни на что нам не хватит. Можно смело выходить. Ладно, Татьянушка. Пойдём мы от тебя. Так, сохранение у нас идёт. Давайте тогда мы тоже ещё разочек сохранимся. На всякий случай. Жажда искусства. Перезапишем. Принять. Премьера. Ну, что же. И пойдём уже, наверное, искать Стефану. Или Стефана, как его там правильно-то. И будем наказывать. Карать его. За его грехи. Так, что здесь. Что за музыка? Так, я не понял. Ничего тут такого нет особенного? Так, а это у нас что здесь за коридорчик такой? Ну-ка, дай-ка зайду сюда. А, подожди, это же, по-моему, выход, да? Что за хрень-то? Да-да-да, Себас, это точно. Мы уж как-нибудь перебьёмся. Я смотрю, этому Стефана не терпится подохнуть. Давай, покажи, на что способен. Он прям сам меня приглашает к себе. Ладно, не будем отказывать в гостеприимстве. Ну, вот он, родной. Попался, наверное. Хватит беготни. Хватит игр. Согласен. Ты ведь мне уже поднадоел. Твоя смерть станет шедеврой. Ага. Осталось только подписать его. Будет очень больно. А, чёрт! Ты ещё об этом пожалеешь. А, чёрт. Так, ребята, это уже босс. Ты уже начал надоедать мне. Да ты мне уже давно надоел, урод. Где он? Я не убежишь. Да, конечно. Фак, мимо. На-ка. Да ладно тебе. Уже всё. Сдаёшься. Сынок. Умрёшь. Я тебя в мокрого места не оставлю. Ага, он вызвал этот глаз. Чёрт бы его побрал. Я сам с тобой разберусь. А почему? Не понял юморка. Нет смысла бягать. Я стрелял в него в упор бы. Какая композиция? Так, что-то, по-моему, тут поменялось, ребята. Так, отлично. Давай выходи сюда, урод. Бегаешь там где-то, блядь. Он ещё бросается там чем-то. О-о-о-о. Хера ты даёшь? Да блин, ты достал же, а. Ещё продержишься. Чёрт подери, понятно. Блин, я выбежать не могу, потому что эта хрень постоянно меня... О-о-о. Постоянно меня эта фигня колбасит. Нельзя выходить на свет, ребята, нельзя. А ну-ка. Блин. В принципе, ничего в нём сложного нету. Ну да, исчезает, импортируется. Появляется сзади. Вот подлодить-то его всё равно можно. Не спрячешься. Давай. Ага, нож он бросает. Ну что, думаю, ещё на пару выстрелов и... Всё, ему хана. Обыватель. Ну-ка. Чёрт подери, опять промазал. Точнее, я даже не успел выстрелить. Гнида. Беги, 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 беги. Опа, и мимо. На. Чё, всё, что ли? Вот лошпен, а. Вообще легкотня, ребята. Я-то думал... Будет босс как босс, а тут какой-то лох. С фотоаппаратом побегал. Три минуты. Я ведь столько ещё не успел. Ты уничтожил моё наследие. Посмотри. Ты сделал шедевр из меня самого. Надо запечатлеть. Жаль, камеры нет. Куда она делась? Ещё успею. Сделать... Сделать... Один снимок. Да. Не успел, чувачочек, сделать снимок. О, тихо. Лили. Не бойся, солнышко. Это я. Папа. Нет. Ты не он. Папа умер. Малыш, тебе так сказали. Но это неправда. Лили, прошу тебя. Выходи, Лили. Не нужно прятаться. И этот ещё кто? Иди к маме, Лили. Я тебя защищу. Убирайся. Ты её не получишь. Хех. Нормуль. Так, это чё, ещё один босс, что ли? Лили! Лили! Ну, а на этом, дорогие мои друзья, я буду завершать этот выпуск. Всем спасибо за просмотр. И увидимся с вами в следующей серии. Всем пока и до скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»